Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Замечательно. Коллеги, хотелось бы уточнить в первую очередь, присутствуют ли у нас те люди, которые только недавно услышали о проекте Skyway. Если да, то поставьте, пожалуйста, нолик, либо плюсик. В общем, как-то реагируйте, пожалуйста. Потому что сегодняшние новости, естественно, их нужно со скоростью света передавать по планете, потому что мы действительно перешли на новый очередной этап. И в 2014 году я могу сказать, что об этом можно было только мечтать. На этом я хотел бы начать вебинар. И это действительно наш прорыв, друзья. Это то, что мы ждали с 2014 года. Это то, что происходит сейчас на наших с вами глазах. И это не сон, это реальность. Собственно, что произошло? Я, как обычно, нас головная компания только радует. И новости просто сыпятся, как из рога изобилия. И, естественно, мой анонс вебинара немножко не будет соответствовать тому, что написано. Я постараюсь охватить все пункты. Но в первую очередь я хотел бы остановиться на всемирном государственном правительственном саммите в 2019 году. То есть это уже совершенно другая категория этого саммита. На это событие могли попасть только избранные люди. И тут вовсе не дело в стоимости участия, либо каких-то связей, договоренностей. Просто люди либо могут помочь в логике развития каких-то всемирных правительственных государственных стратегий, решения глобальных проблем, либо нет. Соответственно, если человек решает какую-то локальную проблему, то он просто не попадет в этот саммит. И то, что мы сегодня достигли, это на самом деле, друзья, заслуга Анатолия Эдуардовича. Я всегда это буду повторять. В 2015 году на информационном поле Skyway у нас появилась информация, то, что была презентация в Министерстве транспорта Абу-Даби. То есть на прошлом вебинаре я очень подробно останавливался на истории вообще развития проекта Skyway в Арабских Эмиратах. Пожалуйста, сбросьте ссылку, если у кого-то есть под рукой. И тот, кто будет смотреть этот вебинар в первый раз, пожалуйста, обязательно посмотрите на вебинар, который был предыдущий. Потому что там очень важная информация, как мы пришли к успеху, который на сегодняшний день все мы с вами имеем. Сказать, что это без пяти минут приход потенциальных крупных инвестиций. Это без нескольких лет, то есть меньше чем два года осталось примерно до внедрения транспорта в логике автономного транспорта, в логике тех принципов, которые описал главный шейх и вице-президент Арабских Эмиратов. Это, соответственно, Мохаммед Ибн Рашидам Аль Мактум. То есть это действительно высший уровень, о котором многие корпорации просто на сегодняшний день мечтают и не могут достигнуть. В 2018 году была перерезана ленточка в другом Эмирате, то есть это город Шаржа. И все города в Арабских Эмиратах на самом деле как друзья связаны, они исторически всегда друг другу помогали, помогают. И информация разлетается буквально со скоростью света. История с Дубаи началась еще с тех попыток, когда они думали, гадали, внедрять или не внедрять концепцию гиперлуп. И, собственно, все пришло к тому, что нам потом уже сообщили, что где вы были, если бы вы пришли раньше, то никаких соглашений, никаких меморандумов сотрудничества мы бы не подписывали ни в коем случае, ни в коем разе. И когда пришел Skyway, родилась новая концепция в Дубае, Dubai SkyPod. Это именно разновидность того, что было создано, было сделано за счет привлечения инвестиций всех нас с вами. И это чисто классификация для города Дубаи, каким образом будет позиционирование, маркетинговое позиционирование. И на этом названии я на вебинаре обязательно постановлюсь более подробно, чтобы ни у кого не осталось вопросов абсолютно. Это, друзья, все предыстория. На самом деле, сегодняшний вебинар можно построить на том, что просто в режиме без всякого сопровождения включать картинки, фотографии, загружать статьи. И этого было бы достаточно абсолютно. Потому что тот информационный шум, с которым мы прогремели на весь мир, такого Skyway никогда абсолютно не видел. В 2017 году на этом саммите, это всемирный правительственный саммит, еще раз напоминаю, выступал Илон Маск. Я даже не боюсь себе представить, сколько стоило его выступление тем людям, которые его курируют, каким образом это все было организовано. И на этом выступлении не было презентации каких-то прорывных технологий. То есть был просто диалог, диалог на аудитории. И на сегодняшний день мы находимся не на том уровне получения финансовых прибыли, когда мы можем себе позволить подобные вещания, подобные выступления, если нужно за это как-то оплачивать и планировать какой-то бюджет. Поэтому, естественно, выступление Анатолия Эдуардовича было бы абсолютно уместным на всемирном правительственном саммите. Потому что это вообще, в принципе, лежит в логике того, что обсуждалось на этом событии. То есть это и изменение климата, это и объединение технологий человека, это и концепция, когда турист, какой-то путешественник может приехать в аэропорт Дубая или другой аэропорт мира и без всяких виз, без всяких пограничных контролей, без всяких очередей, просто пройти сквозь границы государства, без границ государства, потому что все не то, что контролируется, но происходит мгновенный обмен информации. Чтобы происходил такой обмен информации, это даже не 5G должно появиться. Это должна появиться новая транспортная, инфраструктурная и информационная сеть. И на самом деле то, что пройдили у себя дубайцы, то, что подтвердили и сейчас активно развивает на высшем уровне представители высших властей Шаржа, это визионерство, я не побоюсь этого слова. И это не какие-то технологические понты. Это действительно та позиция, когда правительство, как и наследный эмир Дубая, то есть сын Аль Мактума, абсолютно поддерживает проект Skyway. И, собственно, не то, что донес или как-то нашептал своему отцу, но это лежит в логике 8 принципов, которые Аль Мактум озвучил в многочисленных статьях, манифестах. Это та стратегия, которая была заложена и которой следует правительство Дубая. Все чиновники, все ведомства, естественно, транспортные ведомства, в первую очередь, это РТА, это наши союзники и вообще сотрудничество с РТА я могу по накалу страстей и именно пробирание аж до мурашек, когда у нас произошло соглашение с Министерством транспорта России, казалось бы, что все закрутилось бы и вот уже без пяти минут начинается на территории Российской Федерации. Но было получено экспертное заключение и пока что на территории Российской Федерации, к сожалению, время не пришло. Но время в мире для Skyway абсолютно пришло. И если в 2017 году Илон Маск вещал по аудиторию и вел некий диалог, как я сказал, то есть диалог достаточно абстрактный. Я слушал все его выступления, то есть в то время, когда нужно было поанализировать и когда было еще понимание, что есть какая-то конкуренция, но конкуренции на самом деле для Skyway абсолютно нет. И Skyway это совершенно другая ниша, которая идеально ложится в логику транспортных ведомств любых абсолютно государств. И РТА, Министерство транспорта Дубая, главное ведомство, главное управление по дорогам и транспорту Дубая подтвердило свою инициативу и необходимость внедрения Дубая Skypod. Дубай Skypod призван для того, чтобы связать и сократить время пребывания в пути до 20 минут. А вообще Панатолий Эдуардович, естественно, говорил неоднократно, что Skyway это логика транспортного лифта. И на самом деле, либо это уже какой-то солярис, либо всемирная синергия, но было озвучено в СМИ после всемирного государственного саммита, который вот, собственно, уже закончился. И мы получим очень много новостей из первоисточников головной кампании, потому что на этом саммите присутствовала только головная кампания, никаких представителей фондов не было, и, естественно, мы ждем новостей. Но то, что было озвучено, что поездка на Skypod, то есть, читайте подсрочно, на Skyway, станет для человека так же привычной, настолько привычной, как поездка в лифте, это декларация в будущее, и это будет реализовано, это все свершится в реальности, друзья. Анатолий Эдуардович неоднократно говорил то, что транспорт Skyway и Skypod – это намного более эффективная технология в плане перевозки пассажиров, если сравнивать с эскалатором, если сравнивать с лифтами, то, соответственно, это вообще не идет ни в какое абсолютно сравнение. И да, возможно, какую-то малую нишу на сегодняшний день для себя выбрали представители РТА, и, несмотря на это, технологию представлял вообще Альтайр, то есть, это генеральный директор РТА, Министерства транспорта Дубая, Главного ведомства и управления по транспорту и дорогам. В Дубае и так достаточно приятная и хорошая дорожная обстановка, но я могу сказать, что при внедрении всей стратегии и преобладающей частью, лично, на мой взгляд, является именно Dubai Skypod, то есть, читайте подсрочно, технология Skyway, которая начинает шагать по всей планете, не какой-то осторожный поступь, а уже такими равномерными, уверенными шагами. Эта технология позволит вообще разгрузить весь транспортный поток и трафик и сделать Дубай, наверное, городом вообще без пробок к 2020 году, когда уже состоится Экспо 2020. Я нисколько не сомневаюсь, это лично мое предположение, что мы будем участвовать в этой выставке обязательно и проведем фурор. Но, друзья, естественно, не говори участвовать, пока не подписаны соглашения и все планомерно развивается. На самом деле в мессенджерах я общался с нашими потенциальными стратегическими партнерами, они также очень сильно возбуждены и очень сильно довольны. И на мой вопрос, что насчет крупных инвестиций, естественно, ответ конкретный не был дан, но были даны такие смайлики, были даны абстрактные ответы и конкретика придет, когда будут подписаны соглашения между крупными инвесторами и прихода крупных инвестиций. Это то, что позвучивал нам Анатолий Эдуардович еще на Экофесте, то, что действительно теоретически, возможно, потенциально. Я всегда такие слова произношу, так как наш проект, в первую очередь, венчурный. Могут прийти крупные инвестиции после реализации технологий на территории Арабских Эмиратов. И, собственно, это же теоретически, возможно, потенциально подтвердили крупные наши стратегические партнеры. И то, что было показано на всемирном государственном правительственном саммите, это, друзья, было показано в том числе для тех организаций, которые вообще курируют всю мировую стройку и влияют на многие процессы. Это Международный валютный фонд, то есть был вообще генеральный директор, генеральный секретарь Международного валютного фонда. Также был генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития. И многих-многих других организаций по изменению климата, которые не просто как-то решают вопросы и ставят их в виде делегирования полномочий. Это вообще организации, которые в том числе выделяют деньги на мировые строительные проекты. И в этой компании как раз-таки на данном этапе, на мой взгляд, Анатолий Эдуардович и вся наша команда за устроенные технологии должна находиться, потому что мы этого заслужили. Мы просто этого заслужили. И неспроста РТА, Министерство транспорта Дубая, разместило буквально на несколько дней, я не знаю, друзья, у меня нет информации, появится снова на главной странице РТА, то, что касается нашей технологии, но Твиттер с больше, чем 900 тысяч подписчиков, то есть почти миллион подписчиков в этом Твиттере разместил на хедере, то есть на главной странице, в самом верху, то, что видно всем посетителям этой страницы, нашу технологию. И в этих слайдах вы обязательно увидите доказательства, это наша история, даже если снова в хедере это не появится, это вот тот информационный шум, который невозможно никак не договориться, не купить, то есть либо размещает, либо не размещает. Либо технология подходит как хедлайнер действительно того, что было представлено вообще на всемирном правительственном саммите, либо размещает что-то другое. И, естественно, наш первопроходец, Unibike, это то, с чего начался проект Skyway, именно в новейшей истории, в которой я принимаю участие с 2014 года. И вообще проект Skyway развивается уже фактически 40 лет, можно сказать. И многие исследования, многие монографии, многие публикации были попубликованы, опережая время. Это же касается концепции Hyper-U, которая была представлена, и гиперскоростной транспорт. Для нас это не решение проблем сверхскоростных перевозок и задач, а это лишь отработка концепции перед созданием общепланетного транспортного средства. Я искренне надеюсь, что в кулуарах Анатолий Эдуардович как-то озвучил, когда шли обсуждения об изменении климата. И когда... Так, коллеги, нормально звук? Напишите, пожалуйста. Да, немножко отвлекаюсь, потому что звук должен быть замечательный. Когда происходили обсуждения об изменении климата, когда происходили обсуждения о том, что нужно следовать дальше парижским соглашениям, естественно, самую тему это будет обсуждение вообще стратегии развития Skyway на 10, 20, а то и 30, 40 лет вперед. И многие, кто посещали стенды, возможно, видели просто подвижные составы. Возможно, видели очередную инновацию. Я говорю про тех людей, которые среди 4 тысяч людей присутствовали на этом саммите и увидели впервые своими глазами ту технологию, которая изменит наш мир раз и навсегда. То, что представлено в виде Дубай Skypod, то есть наши юнибайки, наши юникары. И как Андрей Зайцев позвучил в своем интервью, то есть я рекомендую вообще познакомиться всем обязательно со своей люди. То есть это замечательная рубрика, которую ведет головная компания. И на самом деле в этом описании, в этом интервью скрыт самый главный аргумент, который заставит поверить в Skyway даже скептиков. То есть там настолько подробно описано, сбросьте, пожалуйста, ссылку Ольга, если есть под рукой, настолько подробно описано вообще процесс создания подвижного состава, что если кто-то думает, что это какой-то вымысел, это просто на листочке нарисовано и в реальности ничего не происходит, они дебилы, по-другому никак не назвать. Либо те люди, которые просто не желают принимать технологический прогресс и как-то задумываться о том, какие инновации изменят мир в ближайшем будущем, какие тренды на сегодняшний день мы видим, как внедряются вообще в нашу повседневную жизнь и, соответственно, какая капитализация, какой компании может стать лидирующей на рынке. То есть эти люди просто не задумываются. Я говорю, естественно, о тех негативщиках, о тех проработанных схемах, которые после просто бурнейшего информационного шума, то есть если скопировать все статьи, которые вышли, все публикации, которые упомянули после всемирного правительственного саммита о технологии Skyway, не хватит и целого листа чата, если даже развернуть чат и закрыть мою фотографию. Потому что очень много упоминаний и такого обилия упоминаний мы ни разу не видели абсолютно ни после выставки инотранса, ни после начала входа Skyway в Австралию, ни после начала сотрудничества в Индии, в Индонезии и в других странах, среди которых были делегации, которые посещали, вот в недавнем времени буквально посетила и грузинская делегация. Такого информационного шума просто не было. Естественно, здесь профессиональная работа наших стратегических инвесторов не обошлось здесь для очень слаженной, мощной маркетинговой пиар-команды. То есть все происходит на мировом уровне, как и декларировал Анатолий Эдуардович, как и доверился Анатолий Эдуардович нашим стратегическим партнерам. И если говорить про пиар, если говорить про маркетинг, после того, как прошел, не то что даже прошел, а еще проходил Всемирный правительственный саммит, вообще нет никаких претензий. И это самое мощное освещение события, которое я видел за всю историю вообще моего развития в проекте Skyway. И то, что на самом деле я могу назвать публикации, фотографии, твитом на миллиард, это то, что главный действительно человек всех Арабских Эмиратов, человек, задающий стратегию, человек-визионер. И действительно, шейх Мохаммед Таль-Мактум не просто пришел на стенд, как это сделала власть Российской Федерации, когда мы представляли стенд и наши подвижные составы на транспорте России. Он пришел с конкретной задачей увидеть своими глазами. И даже я могу сказать, это никак не подстроишь абсолютно. Когда шейх присаживался в наш подвижной состав, он улыбнулся. То есть, когда он сел в юнибайк, он улыбнулся. То есть, был такой достаточно серьезный, как и следует, и обязывает быть человеку такого уровня. И когда Альтайр, генеральный директор РТА, то есть, это генеральный директор, не какой-то менеджер, это ведущий человек, ведущий специалист, который возглавляет РТА, представлял Альмактуму нашу технологию. И, соответственно, он улыбнулся только, когда сел в юнибайк. Это я могу сравнить абсолютно с теми событиями, когда выглядывает солнце, когда приезжают серьезные делегации на экофест, когда происходят действительно события. Вот не соврать, друзья, то есть специально я все вырезал из видео, чтобы вы увидели тот момент. То есть, это улыбка на миллиард, и это публикация на миллиард, и это то, что получило одобрение на высшем уровне для нашей технологии, для Dubai SkyPod. И читаем всегда подстрочно, естественно, технология SkyWay. Почему Dubai SkyPod, почему РТА? На самом деле, на самых первых стадиях велись обсуждения среди стратегических моментов развития в данном направлении, использовать данные названия, использовать аббревиатуру наших партнеров на подвижных составах, писать ли именно SkyWay, соглашаться ли на те условия, и можно было не соглашаться, и все равно развивалась бы технология SkyWay на арабском направлении. Но Анатолий Эдуардович действительно тут не гонится ни за каким брендингом, и он пошел в логике того, что было бы максимально комфортно при проведении серьезных, крупных стратегических переговоров. И в первую очередь, это демонстрация того, что наша технология, это не просто разработка, технология закрытая, и будет соблюдаться условия интеллектуального права, различных сертификатов, лицензий и так далее. Но наша технология для всех государств и для всех стран. И на тех условиях, которые будут комфортны для внедрения в той или иной стране технологии, будет развиваться различные маркетинговые политики и абсолютная универсальность, абсолютная адаптивность для внедрения в любых странах. Так и появился Дубай Скайпод, друзья. Ну и в конце вебинара я обязательно свое мнение расскажу, что вообще я думаю под концепцией Скайпод, и почему именно назвали Скайпод. Но опять же я хотел бы обратить внимание на эти твиты на миллиард. Это наше настоящее, это не какие-то мечты, это не какое-то будущее, это то, что свершилось. И когда я просто говорю, что технология Скайвей была одобрена премьер-министром, вице-президентом арабских по эмиратам Мухаммедом Ибн Рашидом Аль Мактумом, то это заставляет монетку просто провалиться мгновенно вглубь мозга. Это то, что, наверное, побудило даже снести темы, которые долгое время жили среди тролльного пространства и на серьезных источниках, ресурсах, где эта публикация плодилась, как, знаете, вредные паразиты, произошло очищение. Произошло очищение нашего информационного пространства. Но, естественно, сейчас будут происходить все больше информационные атаки, потому что вы видите, насколько быстро развивается наша технология, наш проект, потому что ни много ни мало мы фактически ускоряем метаболизм нашей планеты в виде внедрения транспортной инфраструктуры и не только на уровне Земли, но и подготавливая уже очищение организма под названием планета Земля, о чем Харрисон Форд замечательно, вирусно распространил видео перед саммитом, то, что происходит изменение климата, о чем говорил бывший генсекретарь ООН, то, что нужно думать на сегодняшний день не над политикой, не только над крупными инфраструктурными проектами, не над вырубкой лесов и реализацией стратегий отдельных государств, либо отдельных игроков на геополитической арене, но задумываться о сохранении наших будущих поколений. И эта логика прослеживается вообще в словах шейха Мохаммеда Аль-Мактума, то, что он описал в восьми принципах, на которых основывается стратегия на сегодняшний день вообще развития всех Арабских Эмиратов, сохранение планеты для будущих поколений. И именно та технология, которая станет настолько же привычной, как просто проехаться в своем доме в лифте. Эта технология абсолютно следует этому принципу сохранения планеты для будущих поколений и ускорения метаболизма. Это то, что было озвучено на всех мировых публикациях, во всех изданиях. Я повторюсь, огромное количество этого информационного, позитивнейшего следа и этого информационного, бурнейшего шума, которое просто сметает какой-то скептицизм и сметает то, что на сегодняшний день мы видим в информационном пространстве именно среди русскоговорящих, потому что, естественно, наши недруги, наши оппоненты пытаются воспользоваться самыми простыми способами, то есть, чтобы выйти на иностранное пространство, это нужно более серьезно готовиться. И на самом деле, тот, кто на сегодняшний день порочит технологию Skyway, он не останется безнаказанным. То есть, сейчас уже юридическим департаментом Skyway началась проработка и сохранение материалов для дальнейшего возбуждения дел ряда таких блогеров-паразитов, черных паразитов, которые паразитируют на, сейчас я могу сказать, хайпе вокруг технологии Skyway. Это настоящий хайп. И многие блогеры, я вам советую, друзья, упомяните то технологии Skyway, у вас будут просто сотни тысяч просмотров в логике того, что это происходит не на выставке и на трансе, это уже произошло на всемирном правительственном форуме и саммите. И меморандум о сотрудничестве, который был подписан Анатоли Эдуардовичем в логике Павел Скобида здесь как главное действующее лицо именно GreenTech Skyway Companies именно как нанятый профессиональный менеджер, поэтому он сидит за столом с ведущим специалистом РТА, то есть это уже не Альтайр, потому что Пальтайр, генеральный директор РТА, выполнил свою миссию, когда он презентовал технологию Skyway. То есть это даже не бывший министр транспорта Австралии, друзья. Это нынешний главный человек в РТА в Министерстве транспорта Дубая в главном управлении по транспорту и дорогам. Это дорогого стоит. Это, повторюсь, невозможно никак не договориться, никак-то купить. То есть либо происходит одобрение на высшем уровне, либо его нет. И именно по этой причине мы появились на главной публикации Твиттера РТА. Это тоже, я считаю, дорогого стоит. То есть у меня просто слов на самом деле не хватает и эмоций не хватает, чтобы передать тот восторг и то удовольствие, которое, не находясь на этом событии, я получил, когда смотрел, изучал те материалы, которые действительно в изобилии вообще на информационном пространстве. Обязательно Ольга вам все скомпонует в листе тезисов, которые переводятся на различные языки. Все наши иностранные партнеры получат также эту информацию. И то, что пронеслось просто со скоростью света и действительно ошарашило тех людей, которые, возможно, задумывались прозвивать технологию Skyway, либо чуть попозже ее начать развивать. Сейчас, повторюсь, монетка в мозг попала и решение необходимое и нужное будет принято именно после правительственного саммита. И наши Skypod это стратегия, это связка высотных станций, это связка небоскребов. Никто не отрицает надобности внедрения автономных летательных аппаратов, автономного беспилотного такси. Естественно, трафик будет также на себя брать и дубайское такси, дубайское метро, Дубай Марина, то есть это судоходство. И Skyway здесь является абсолютно дружелюбным транспортом в логике в универсальном применении общего развития стратегии транспорта Дубая. И давайте не забывать то, что вообще-то сейчас параллельно с такими событиями не просто происходят какие-то договоренности и подписание меморандума о сотрудничестве, но сейчас параллельно ведется строительство в шарже. Это то, что мы с вами увидим уже летом 2019 года. Это то, почему очень сжатые сроки и действительно такой рекордный дедлайн и я нисколько не сомневаюсь, что эти дедлайны будут соблюдены и все будет сделано в срок. Вот очень мало видео на пространстве интернет, потому что я думаю, что сейчас уже на территории стройки в шарже соблюдается контрольно-пропускной пункт, уже все огорожено забором, сейчас ожидается, может быть, уже поступили детали и все составные части первого в мире эко-дома, то есть это гостевой дом, который будет представлен в виде эко-дома, я не исключаю то, что произойдет дублирование всей этой технологии и также в различных Эмиратах, Арабских Эмиратов, но поживем увидим. Но даже гостевой дом, он будет абсолютно инновационный и его невозможно сравнить с тем, что представлено в Минске, в Мариной горке. И вот та публикация, которая является нашей историей. То есть я вот перед вебинаром конкретно не заходил, на наших вебинарах только абсолютно точная адекватная информация, без всяких приукрас, без всяких преувеличений. И да, эта картинка была размещена, это не просто картинка. Посмотрите, почитайте, какие образы вы здесь видите. Бизнес, диджитал, что говорить о диджитал, это наша будущая платформа, путевая структура, наши подвижные составы, коннекшн, и это как раз-таки реальная диджитализация в логике той стратегии, которую наметили Арабские Эмираты. Именно поэтому шейх Хамдан Бин Мохаммед наверняка даже выступил в виде голограммы, и живой он здравствует, но он заложил таким образом в голову участникам саммита то, что технологический прогресс он уже неизбежен. И вообще все, что рассказывалось, все, что описывалось на саммите, это все развивалось в виде технологий. Я не знаю, Илон Маск был среди 4 тысяч этих людей. Присутствовали представители Tesla, Amazon. Не имею понятия, не имею информации, но каких-либо информационных шумов, информационных сенсаций, то есть я в анонсе так осторожно достаточно описал центры внимания, потому что на тот момент было непонятно, а какой будет информационный шум. И сегодня я могу сказать, это не просто центр внимания, технология Skyway, это мировая сенсация. Это очередная мировая сенсация, которая происходила на выставке и на транс, которая происходила уже фактически пальцев побеих рук не хватит, чтобы перечислить те выставки, в которых мы участвовали. И это очередная, повторюсь, мировая сенсация. Это то, что изменит навсегда Арабские Эмираты. И эта страна первая, которая поддержала вот вы видите здесь 978 тысяч подписчиков. То есть это граждане, это жители Арабских Эмиратов. И многие люди сразу лайкают, репостят и рассказывают друзьям об тех или иных твитах, комментариях, которые размещает главное управление по транспорту и дорогам в Дубае. и несколько дней я могу сказать, что это просто бесценно. Это невозможно никак оценить. Это бесценно. У наших партнеров стояла наша картинка с нашей технологией. Это не какая-то подготовленная картинка в недрах головной компании. Я не исключаю того, что сами Арабы это все подготовили. И это уже их пиар и их маркетинг. И собственно наши бойцы, наши специалисты головной компании рассказывали о технических составляющих. Они работали на саммите, как на выставке. Я думаю, что Михаил Кириченко достойнейшим образом справился с презентацией наших подвижных составов. Антолий Эдуардович впервые на весь мир в виде аккаунта РТА озвучил то, что он каким образом описал наши подвижные составы Unibike, Unicar. И это, повторюсь, услышал весь мир. Этого не было никогда. И я на самом деле до сих пор, вот если мне сказали в 2014 году может это произойти, либо это слабо реально, я бы сказал, но в 2019 году вряд ли это возможно, наверное, 2021 год, 2020 год, тоже вряд ли. И это происходит уже в 2019 году. В 2020 году это выставка экспо 2020, в 2022 году это еще чемпионат мира по футболу, тоже в одной интересной стране в Катаре. И много-много событий, которые технология Skyway свяжет. На самом деле технология Skyway это мировой тренд на сегодняшний день. Дорогие участники вебинара, это то, что невозможно на сегодняшний день не замечать, и поэтому наши коллеги по цеху, создатели транспорта второго уровня, подвижного состава, создают вот такие раскачивающиеся, как маятник, в хаотично очень гондолы, то есть автоматизированные контейнеры. И я могу сказать, что Univind на многие года опередил то, что только-только сейчас испытывают китайцы, и да, они могут внедрить в своих провинциях, но существует такой термин, как Made in China. И Made in Белоруссия, и сделано в Белоруссии, сделано Skyway, это тоже на сегодняшний день знак качества. И именно поэтому мы получаем сертификат, очередной сертификат об именно системе труда. Впервые в мире Skyway является пионерами получения сертификата. одним из первых получаем сертификат, и Надежда Геннадьевна с доблестью приняла этот документ сертификатов. И это тоже, друзья, происходит не просто так. О каких можно логистических трендах говорить? То есть я тоже специально привел эту картинку. У нас нет конкурентов, нас просто нет конкурентов. Посмотрите нашу инфраструктуру и посмотрите поворотный участок соответственно первого умного логистического экспресса, который представлен был в городе Гуанчжоу. Это невозможно сравнить. И данный умный логистический экспресс, контейнер, какой-то бот, можно сказать, он не будет представлен на подобного уровня мероприятия, как всемирный правительственный саммит. И наша технология по праву завоевала внимание тех людей среди четырех тысяч, которые посетили этот саммит. И вот Андрей Зайцев, руководитель департамента подвижного состава, который объединяет более четырех конструкторских бюро. И это действительно целая стратегия создания подвижного состава от эскиза, от наработки до реального действующего прототипа. И это происходит в открытую описание всех этих процессов. и это в первую очередь сравнить как позиционирование нашей технологии как абсолютно народное. Да, естественно, очень много закрытой информации. Я хотел бы вам, друзья, еще более красочно, еще более обширно описать саммит, но лично я на нем не присутствовал. Что-то приукрашивать и даже звонить Павлу, нашим стратегическим партнерам либо Артуру Пантуле Эдуардовича я минимально отвлекаю от рабочих дел, то есть стараюсь с ним общаться именно когда я встречаюсь в реальной жизни. Я намеренно этого не сделал, потому что все будет озвучено в виде официальных новостей. То, что сейчас можно говорить и то, что сейчас нельзя говорить, это будет четко регламентировано и то, что я вижу от некоторых партнеров, то есть мне много на самом деле звонков и писем и сообщений в чатах, кто-то старается двигать адресные проекты в логике европейских проектов, но без финансирования. Без финансирования подобные проекты вообще не будут никак расцениваться, рассматриваться и проекты с финансированием я могу сказать станут в очередь, потому что сейчас полный фокус и полная стратегия на Арабские Эмираты и на арабское направление. И даже те проекты европейские, которые мы сейчас будем развивать и мы будем показывать процесс их становления и дальнейшего создания рабочей технической документации, подписания меморандумов о сотрудничестве, мы будем все это показывать, мы понимаем на чем сейчас приоритет. Я думаю, что ни у кого нет абсолютно никаких сомнений после прошедшего саммита и это то, что поражает воображение, это то, что заставляет скептика поверить в Skyway, самого глубокого скептика, это то, что смывает темы на форумах, это то, что заставляет заткнуться тех троллей, тех паразитов, черных паразитов, которые говорят отрицательно о технологии Skyway. и несмотря на то, что дорогие оппоненты, вы льете таргетированную рекламу, имеете какие-то проплаченные бюджеты, будущее, только будущее покажет, кто прав, а кто виноват. И кто виноват, получит по заслугам. Потому что вся информация и вся история, она прописывается, она собирается, и те люди, которые не скрывают своих лиц, они могут нарваться очень на серьезные последствия, в том числе материальные, в том числе вплоть до уголовной ответственности. И то, что даже кто-то пишет, что мнение может не совпадать с мнением редакции, это вы будете объяснять совершенно в других органах. На этом мы не будем больше останавливаться, в том числе и какие-то выступления тех людей, которые сошли с дистанции, которые считают, что стратегия развития на сегодняшний день как-то не соответствует, либо члены правления что-то не так делают. Но несмотря на то, что многие процессы происходят одновременно, мы обязаны быть о технологии негатив говорят, на самом деле Александр, говорят, что еще вот это все компьютерная графика. Да, это все выглядит как компьютерная графика. Я специально выбирал в плохом качестве, чтобы люди, которые в первый раз на русскоговорящем пространстве, потому что на самом деле на русскоговорящем пространстве максимальные информационные атаки пока что. И специально в таком размытом качестве я показывал все эти фотографии, картинки, вырезки из видеорепортажа, чтобы видели качество даже изображения, потому что качество изображения его нужно портить, его нужно монтировать, состаривать, то есть это дополнительная работа. Ну а Франтишек с Владимиром Масловым вернулись со своей поездки с Кенни. Сейчас, насколько я знаю, Франтишек находится во Вьетнаме, то есть это очередные переговоры, но все эти переговоры невозможно сравнить с тем, что произошло уже на Всемирном правительственном саммите. Павла я искренне поздравил с тем, что уже он как публичное лицо, как нанятый менеджер, фигурирует на фотографии, поздравил с подписанием меморандума о сотрудничестве и он говорил, что не могу отвечать, потому что переговоры за переговорами, с монголами происходили переговоры. Я абсолютно не удивлюсь, что происходили переговоры вообще с ведущими финансовыми структурами этого мира. Форум называется и саммит называется Всемирный правительственный саммит. То есть вся конспирология, как многие любят говорить, тайные правительства либо что-то такое, вот все увидели технологию Skyway. Сейчас не осталось крупных влиятельных людей этого мира, которые технологию Skyway через этот форум не оценили. Либо вся эта информация долетит уже позже. И о поездке к Кене обязательно наши коллеги расскажут уже на своих вебинарах. На самом деле вся остальная информация, вы о ней абсолютно в курсе. Я не буду останавливаться о бизнес-тренинге в Антверпене, в Бельгии, то есть через несколько дней мы вылетаем. И мой взгляд в будущее. Это то, что прослеживалось на правительственном саммите и это то, что мы с вами развиваем. Задумайтесь на минутку, друзья. Ускоряет ли метаболизм создание искусственного интеллекта? Очищает ли нашу планету и избавляет ли это от вредных шлаков нашу планету создание новых видов каких-то финансовых структур, коммуникаций. Блокчейн тот же самый. Энимал замечательная разработка. Та логика, что в 2019 году или в скором времени пройдет технологический действительно саммит тоже очередное объединение всех людей, которые создают роботов и высшие технологии с искусственным интеллектом. все это пройдет в Дубае. Был представлен андроид, но наш андроид является транспортным андроидом, друзья. Это под, это можно сравнить с логикой мобильного телефона, можно сравнить с логикой айпода. И когда наш юнивинт на экофесте просто стоял и не не скоммуницирован с путевой структурой с линией сети Transnet, это являлось стационарным персональным пространством. Это являлось действительно концепцией офиса, концепцией какого-то развлекательного центра. И когда он подцепляется, он обретает уже очертания, как приобретает очертания, когда iPod подсоединился к интернету, то есть появился смартфон. Я думаю, что маркетингово была заложена логика в DubaiPod именно в этом направлении. То, что это Skyway, соответственно, это частичка Sky, без этого невозможно называть какую-либо технологию. ни в одной стране, если это, допустим, не официальное название Unibike, Unibus, хотя и эти названия, они звучали и прослеживались в ведущих информационных изданиях. А ведущие информационные издания это Golf, Media News, это фактически, наверное, все ведущие издания, которые можно представить. То есть Dubai Media Office, это UAE Forsan, это Gulf News, это Halidj Times, это, естественно, ведущие телеканалы и в Инстаграме, в Твиттере, во всех медиапространствах об этом прогремело. Но то, что Dubai Pod является просто связкой и облегчением трафика высокоэкономичной системой, транспортом, который сократит время пребывания в пути, это неполная картина далеко. Это новый транспортный Android, это новый транспортный гаджет, это соединение человека и технологии, это дружелюбный абсолютно Android, это абсолютно дружелюбный робот, который даст человеку совершенно безграничные возможности перемещения со стиранием границ и собственно все методы коммуникации, все технологии и все сети, которые на сегодняшний день можно представить либо интернет, либо газопровод, либо нефтепровод, либо другие виды трубопроводов, все это будет встроено в Транснет. И логика на самом деле под заключается в том, вот я здесь привел пример модульной конструкции, причем на рынке смартфонов модульная конструкция не получила своего одобрения, потому что это достаточно бредовая ситуация с точки зрения не то, что маркетинга, с точки зрения производства комплектующих, с точки зрения логистики, потому что скорее всего комплектующие производили бы абсолютно разные компании, но наш Univind модульной конструкции обретет свое применение именно в той логике, которую заложил генеральный конструктор. Если отцепить пассажирский подвижной состав, индивидуальное персональное пространство и прицепить уже грузовой модуль, то будут перевозиться бревна, будут перевозиться цепучие грузы, материалы, может почта, соответственно профессия почтальона навсегда уйдет в небытие. И вот здесь действительно модульная конструкция абсолютно заиграет. Модульную конструкцию невозможно предусмотреть в iPad и в iPhone в Dubai под модульная конструкция. Если бы там появился Univind, она абсолютно была бы в логике. Потому что если вдруг РТА понадобится перевозить почту, товары, совершать какие-то услуги на высоте своих небоскребов на помощь обязательно придет Univind, наши Unibike уже там пришли на помощь и в логике стратегии вырабатывания солнечной энергии и в логике вообще нашей блокчейн платформы, то что у нас идет связка транспорта, солнечной энергетики, альтернативной энергетики и технологии блокчейн, все будет реализовано на высшем уровне. Многие задают вопрос, когда уже появятся документы, они появятся, когда будет для этого подходящее время, в том числе, когда будет подрастать биткоин, когда я думаю, просто прогремит наша блокчейн платформа уже на масс-медиапространстве крипторынка, так же, как все это прогремело на медиапространстве в социальных сетях, в инстаграме, в твиттере, во всех газетах, то, что мы увидели после всемирного правительственного саммита. И это все нужно нести в массы. Идею о том, что мы ускоряем метаболизм планеты, избавляя от вредных шлаков нашу планету, нужно нести в массы. Поэтому, друзья, мы открываем направление, ищем таланты, так скажем, о новых спикерах, о новых спикерах, которые будут развивать в своих странах, и которых мы будем учить. Я скажу по секрету, что, да, я сейчас сам хожу на курсы ораторского искусства, и жестикуляция, риторика, произношение, дикция, всему этому нужно учиться, потому что мы передаем, друзья, великую информацию. Да, как учлены направления, это, наверное, 5 центов задач, которые сейчас выполняются, но это необходимо говорить и доносить правильно. Поэтому те люди, которые чувствуют себе уверенность, те люди, которые имеют записанное видео, те люди, которые могут описать свой опыт в развитии проекта Skyway и в подаче информации, те люди, которые имеют какие-то примеры видео, либо я уже попрошу записать примеры видео, вы будете либо подобраны, либо не отобраны, но мы нуждаемся в максимальном масштабировании и в дополнении системы дубликации, это система дубликации уже спикеров, помимо той системы, которую Франтишек Солар представил в Словакии, это был очень мощный многочасовой семинар и уже после события в Бельгии все это появится в личных кабинетах. Давайте дублицировать систему спикерства и Ольга, пожалуйста, сбросьте мою почту, сбросьте мои контакты, пишите на почту globalmoney 377 собака.gmail.com с пометкой спикер, обязательно рассмотрим ваши кандидатуры и близится эра автоматизации в нашей логике также, потому что будут запускаться автовебинары, сейчас мы эту систему готовим и я думаю, что очень бурно и очень мощно на всех пространствах, вы даже не представляете, где мы будем продвигать технологию Skyway, потому что о технологии Skyway, если раньше нужно было громко говорить, сейчас нужно просто кричать о технологии Skyway, и мы это будем делать через все возможные способы, обходя различные преграды и препятствия, и в экофесте 2019 года, который пройдет по традиции в Мариной Горке, абсолютно все экофесты в будущем обязательно будут проходить в Мариной Горке, в логике того, что там произошло именно зарождение технологии, и это произойдет в конце лета, ориентировочно август, мы облетим уже в виде оповещения новыми новостями, новыми сенсациями, просто множество людей, вы будете пользоваться совершенно иными инструментами, совершенно другими лендингами, и то, что мы обновили сайт, то, что мы не устаем жить в самолетах, и от конференции, конференции, от переговоров, переговором, носимся и носимся, летаем, ездим, все это можно будет делать автоматизировано, мы создаем автоматизированный транспорт, мы ускоряем метаболизм планеты, Земля, выводя все вредные токсины за ее пределы, и поэтому мы будем двигаться самыми инновационными, самыми прорывными инструментами, и, собственно, на следующих вебинарах я искренне жду новых людей, которые только-только услышали о проекте Skyway, обязательно дайте информацию, как это все развивалось вообще в Дубае, обязательно дайте информацию о данном вебинаре, если лень смотреть вебинар, пусть почитает листы тезисов, давайте информацию всем, потому что это очередной рубеж, я считаю, абсолютно мы грамотно и достойно перешли на новый подэтап и очень быстро мы перейдем на следующий подэтап и потом следующий подэтап, потом сменится этап, я думаю, потом очень быстро также сменится новый этап, а там не за горами и 15 этап, а там и не за горами теоретически возможно потенциально и закрытие навсегда возможности финансирования корневой технологии, но до этого нужно дожить еще, я думаю, что такими шагами, которые совершил Анатолий Эдуардович Юницкий со всей командой, абсолютно можно этого достичь и все реально, все возможно с проектом Skyway, до скорых встреч друзья, если есть вопросы, я с удовольствием отвечу, но я думаю, что давайте просто переварим эту информацию, давайте просто начнем разносить мысль, что 19% бюджета РТА нашим главным стратегическим правительственным партнером в логике Арабских Эмиратов было выделено от крупнейшего вообще бюджета за предыдущие года Дубаи, так как идет подготовка к 2020 году и 19% у нас есть умельцы, они все подсчитали, можете сбросить другой, но я не буду бросаться цифрами, но это цифры очень большие и это абсолютно достаточно для того, чтобы начать капитализацию, начать приносить прибыль головной компании и в будущем начать выплачивать дивиденды всем нам. 19% бюджета Дубаи объявил правительство, что выделено РТА и собственно в этой песочнице мирового уровня мы также находимся в виде Дубай SkyPod, с чем вас, друзья, и поздравляем. Счастливо, до следующей встречи. Продолжение следует...